Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу КИТЦ. И в нашей недельной главе сказано, когда построишь новый дом, сделай ограду вокруг крыши, чтобы никто с нее не упал, и не навлечешь кровь на свой дом. Это очень такая широкая заповедь, которую мы должны с вами понимать. Все, что относится к владениям твоим, к твоей квартире, к твоему дому, не должно быть такого, что могло повредить кому-то. Раньше делали крыши на Востоке такие плоские. Если у тебя дом с крыши, ты обязан его обнести таким вот заборчиком. Но это более широкая заповедь. Это значит, что нельзя оставлять острые предметы, если есть ребенок, или розетку. Нельзя яму открытую оставлять. И многое другое, что может принести вред. Но есть еще одна вещь, которую надо понимать. Ты не должен вносить в мир то, что может повредить другим. Или, по крайней мере, ты должен убрать то, что может им навредить, если это в твоей власти. На этом примере Тор вообще нас учит принципы, которые приложимы к очень многим жизненным ситуациям. Давайте сформулируем ее так. Эта заповедь обязывает нас убрать из наших владений все, что представляет опасность или может причинить людям физические страдания. Немножко об этом подумать. Но мы привыкли, что случайностей не бывает. Случайность бывает в основном от нашей глупости. Есть еще в тексте Торы такие слова. Если приговоренного к смерти, забитого камнями, повесили, нельзя оставлять его. Повешили, надо придать земле в тот же день. Речь идет о выполнении смертного приговора, но мы должны понимать и другое. Эта фраза учит нас очень важные вещи. Нельзя откладывать преодоление своих ошибок на завтра. Нужно как можно скорее придать эту ошибку земле, чтобы живая память не стала частью твоего удела. Сделал что-то плохое, проанализировал, покаялся, убирай это из своей жизни. Иди дальше, не останавливайся, иди дальше. Еще одна очень интересная заповедь в этой недельной главе. Не питай ненавистью к египтянам, ибо пришельцами ты был в стране его. Что это за заповедь такая страна? Ведь мы только что учили, что египтяне мучили евреев, издевались над ними, живых детей замуровывали в стенку. Подумайте. Ну, во-первых, говорят наши мудрецы, человек должен быть благодарен за все добро, которое ему сделали. Египтяне вначале приняли Якова и его детей, когда наступил голод, и дали им землю. Человек не должен забывать, даже когда что-то потом поворачивается, отношения или что. Вспоминай всегда положительную сторону, что тебе сделано хорошего. Во-вторых, нельзя построить жизнь на ненависти. Можно уйти из Египта, но ненависть продолжает удерживать твою душу в египетском рабстве, освободиться надо. И каждому из нас надо задать себе один вопрос. Можешь ли ты, несмотря на обиду, быть благодарным за оказанную в прошлом помощь? Достаточно ли ты силен, свободен, самостоятельен, чтобы не жить прошлыми обидами? Жизнь, которая построена на обидах и ненависти. Жизнь, построенная на воспоминаниях, что ты кому-то что-то отомстишь. Это уничтожение собственной жизни. Ну и просто для того, чтобы сказать, что наша с вами Тора, это все, это мир, это солнце, это арифметика, я задам математическую задачу, которую наши мудрецы разбирали в приложении к этой недельной главе. А завтра дам на нее ответ. А вы пока подумайте. Два торговца возвращались по дороге домой. По пути они сели обедать и вытащили из сумок свои булки. Одного из них было три хлеба, другого два. В это время к ним подошел прохожий, попросил присоединиться к трапезе, объяснив, что не успел взять с собой еду. После обеда прохожий вынул из кошелька пять монет и говорит торговцам, спасибо вам, вы спасли меня от голода. Как поделить эти пять монет? Один говорит, ну у меня было три булки, у тебя две. Поэтому три твоих, две моих. Не согласен, говорит, мы должны поровну делить так, как кушали вместе. И пошли они к главному раввину. Главный раввин вынес такое решение. Тот, у кого три булки, получает четыре монеты. А тот, у кого было две булки, получает одну. Такого решения никто не ожидал. Даже хозяин трех булок не предполагал, что ему полагается четыре монеты. Жители города обратились, не понимая ситуации с разъяснениями, к Авраму Бен-Эзре. Все правильно, сказал ученый. И дал ответ, почему именно так разделить. А вы подумайте и поймете. Наши мудрецы говорили, что в Торе есть все. От А до Я. Подумайте об ответе, сколько все-таки булок полагалось кому. Брахавецлахан.